Друзья, привет! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш практический курс «Английский язык с нуля до продвинутого уровня» в приложении English Galaxy. В этом уроке мы с вами разбираем наречие и прилагательные. Смотрите, significant переводится как «значительный». Значит, скажем, используя слово «significant». Конечно, это значительная сумма денег. Конечно, мы с вами по умолчанию используем фразу «of course». «Of course» — это значительная сумма денег. «It's a significant sum of money». «Of course» — это значительная сумма денег. «Of course» — это значительная сумма денег. Хорошо. А как сказать? «Это был такой значительный шаг вперед». Это был «it was» — такой значительный шаг. «Such a significant step» — вперед, forward. «It was such a significant step forward». «It was such a significant step forward». «Это был такой значительный шаг вперед». «It was such a significant step forward». А вот смотрите, «significantly» переводится как «значительно». Это наречие, видите, окончится на «li». «Significantly». «Significantly». И также полезная фраза «thanks to» — «благодаря чему-то или кому-то». «Thanks to». Итак, скажем, «Я значительно улучшил свои знания благодаря этому курсу. «Используя significantly» — получается «я значительно». «I significantly улучшил свои знания, improved my knowledge благодаря, thanks to» — «this course». «I significantly improved my knowledge thanks to this course». «Я значительно улучшил свои знания благодаря этому курсу». «I significantly improved my knowledge thanks to this course». «Frank». «Откровенный откровенен». «Frank». «Он был очень откровенен с нами, говоря об этом». «Он был очень откровенен». «He was very frank с нами, with us, говоря об этом». «Используя «talk» — получается «talking about it». «He was very frank with us talking about it». «He was very frank with us talking about it». «Он был очень откровенен с нами, говоря об этом». «He was very frank with us talking about it». Также смотрите полезная разговорная фраза «откровенно говоря». По-английски это будет «to be frank». «to be frank». Скажем «откровенно говоря, я ожидал намного большего». «Откровенно говоря», «to be frank», «to be frank», «я ожидал», «I expected». «Намного большего», «much more». «to be frank», «I expected much more». «to be frank», «I expected much more». «Откровенно говоря», «я ожидал намного большего». «to be frank», «I expected much more». Хорошо, а как сказать «откровенно говоря», «я не ожидал этого». «Откровенно говоря», «to be frank», «я не ожидал этого», «I didn't expect it». «to be frank», «I didn't expect it». «Откровенно говоря», «я не ожидал этого», «to be frank», «I didn't expect it». А вот «фрэнкли» переводится как «откровенно», «фрэнкли». «Это наречие», «фрэнкли». «Я скажу это вполне откровенно». «Я скажу это». «I'll say it», «элсэйт», «вполне откровенно», по-английски будет «как», «вполне quite», «откровенно», «фрэнкли». «Quite, frankly», «I'll say it», «quite, frankly», «I'll say it», «quite, frankly». «Я скажу это вполне откровенно». «I'll say it», «quite, frankly». «Natural», «природный», «натуральный», «естественный», «natural», «natural». «Скажем, эта еда содержит только натуральные ингредиенты». «Эта еда содержит», «эта еда», «this food», «содержать» будет «contain», получается «this food contains», «только натуральные», «only natural», «ингредиенты», «ingredients». «This food contains only natural ingredients». «This food contains only natural ingredients». «Эта еда содержит только натуральные ингредиенты». «This food contains only natural ingredients». Хорошо, а как правильно сказать? «Естественно, что большинство людей не могут позволить себе купить это». «Естественно что?» «It's natural that» «Большинство людей не могут позволить» «most people can't afford» «купить это, to buy it». «It's natural that most people can't afford to buy it». «It's natural that most people can't afford to buy it». «Естественно, что большинство людей не могут позволить себе купить это». «It's natural that most people can't afford to buy it». Смотрите, есть наречие «естественно», то по-английски это будет «naturally». «Naturally». Давайте скажем то же самое, используя наречие «naturally». «Naturally». «Поучается так как?» «Naturally, most people can't afford to buy it». «Да, и так, и так возможно». «Или как было, используя naturally». «Поучается, naturally, most people can't afford to buy it». «Хорошо». «Как мы скажем?» «Я хочу говорить по-английски более естественно». «Я хочу говорить по-английски». «I want to speak English». «Более естественно». «More naturally». «I want to speak English more naturally». «I want to speak English more naturally». «Я хочу говорить по-английски более естественно». «I want to speak English more naturally». «Также переходите в наши социальные сети, где мы выкладываем дополнительные полезные материалы. Ссылки в описании. «Лёгкий будет easy». «Easy». Смотрите, произведена фраза «относительно лёгкий». По-английски это будет «relatively easy». «Relatively easy». «Скажем, я нахожу этот тест относительно лёгким». «Я нахожу этот тест». «I find this test относительно лёгким relatively easy». «I find this test relatively easy». «Я нахожу этот тест относительно лёгким». «I find this test relatively easy». «Смотрите, дословно легко, если на речи будет easily». «Easily». Порезные фразы «довольно легко» — это «quite easily». «Quite easily». «Лёжи, если более неформально». «Pretty easily». «Pretty easily». «Пretty easily». «Дайте, скажем, используя как раз фразу «pretty easily», так очень часто также говорят. «Я решил все эти проблемы довольно легко». «Используя solve», получается «я решил все эти проблемы». «I solved all these problems» довольно легко. «Pretty easily». «I solved all these problems pretty easily». «Я решил все эти проблемы довольно легко». «I solved all these problems pretty easily». «Short». «Короткий». «Краткий». «Short». «Смотрите». «Полезная разговорная фраза». «To be short». «Короче говоря». «To be short». «To be short». «To be short». «Скажем, используя данную фразу». «Короче говоря, все прошло гладко». «Короче говоря». «To be short». «Все прошло». «Everything went». «И гладко» — это «smoothly». «Смотрите, такая фраза «go smoothly». «Пройти гладко». «Go smoothly». «Получается», «to be short», «everything went smoothly». «Короче говоря», «все прошло». «Гладко». «to be short», «everything went smoothly». «Хорошо». «Схажем по-другому». «Короче говоря», «все прошло». «Все прошло». «Короче говоря», «to be short», «все прошло». «everything went» «очень хорошо», «very well». To be short, everything went very well. Короче говоря, все прошло очень хорошо. To be short, everything went very well. А вот если наречие кратко, то да, можем использовать слово shortly. Так скажем, я скажу это довольно кратко. Используй quite. Получается, я скажу это. I'll say it довольно кратко, quite shortly. I'll say it quite shortly. Я скажу это довольно кратко. I'll say it quite shortly. Смотрите, неэффективный по-английски будет ineffective. Ineffective. Это такой неэффективный способ изучения иностранных языков. Это такой неэффективный способ. It's such an ineffective way изучения of learning иностранных языков foreign languages. It's such an ineffective way of learning foreign languages. Это такой неэффективный способ изучения иностранных языков. It's such an ineffective way of learning foreign languages. А вот наречие неэффективно будет ineffectively. Ineffectively. Они учат английский неэффективно, потому что у них недостаточно практики. Итак, они учат английский неэффективно. They learn English ineffectively. They learn English ineffectively. Потому что у них... То есть они не имеют. Because they don't have достаточно практики. Enough practice. They learn English ineffectively. Because they don't have enough practice. They learn English ineffectively. Because they don't have enough practice. Они учат английский неэффективно, потому что у них недостаточно практики. They learn English ineffectively. Because they don't have enough practice. Следующая прилагательная current. Текущий current. Вопрос. Что мы можем сделать в текущей ситуации? Что мы можем сделать? What can we do? В... In... Текущей ситуации. Текущее что-то мы говорим the current и далее что. Получается in the current, ситуации, situation. What can we do in the current situation? What can we do in the current situation? Что мы можем сделать в текущей ситуации? What can we do in the current situation? Смотрите. Также есть наречие. Это слово currently. Переводится как в настоящее время. Currently. Скажем. В настоящее время этот сайт недоступен. Дословно звучит этот сайт. This website. В настоящее время is currently и недоступен. Это слово unvaluable. Да, evaluable. Доступен evaluable. Unvaluable недоступен. Получается This website is currently unvaluable. This website is currently unvaluable. В настоящее время этот сайт недоступен. This website is currently unvaluable. Хорошо. А как мы скажем? В настоящее время он работает над другим проектом. Ведь вообще currently указывает на present continuous. То есть получается, он в настоящее время he is currently работает working. He is currently working над другим проектом. On another project. He is currently working on another project. He is currently working on another project. В настоящее время он работает над другим проектом. И с возраста currently получается he is currently working on another project. Смотрите данный видеокурс и отрабатывайте весь порученный материал в приложении English Galaxy для достижения максимального эффекта. До встречи. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok